Здравствуйте, дорогие друзья! Мы приветствуем вас на канале Союза педиатров России. Меня зовут Макарова Светлана Геннадьевна, я врач, доктор медицинских наук, работаю в научном центре здоровья детей. Одна из моих специальностей — это диетология. И сегодня мне хотелось бы поговорить с вами о таком понятии, как дисбактериоз кишечника. Сразу хочу сказать, что такого диагноза в мире не существует. И только у нас часто на приемах бывает, что вы приходите, родители с детьми, и сразу объявляете с порога, говорите, у нас дисбактериоз. Давайте разберемся, что это такое. Наверное, то, что так широко распространено это понятие в нашей стране, это некая обратная сторона медали, потому что именно у нас в России больше всего занимались кишечной микрофлорой, начинающей с работы Ильи Ильича Мечникова. Безусловно, кишечная микрофлора играет колоссальное значение. Мы живем вместе с нашими бактериями. Но вдумайтесь только в такие цифры, если посчитать количество всех микробных клеток, которые населяют наше тело, их более чем в 10 раз больше, чем клеток самого нашего организма. Посчитано также, что если собрать всю микрофлору кишечника воедино и взвесить, то вес составит около 2 килограммов взрослого человека. То есть это колоссальный орган, можно сказать, не только по размеру, но и по функциям, потому что микрофлора участвует во всех видах метаболизма, в белковом обмене, в жировом, в обмене витаминов и микроэлементов, в углеводном обмене, участвует в иммунитете, защите от патогенов и так далее. Но что еще на сегодня известно о кишечной микрофлоре? Если, скажем, 10 лет назад мы говорили, что кишечник населяет около 500 видов бактерий, то сейчас, когда стали изучать микрофлору другими методами генетическими, выяснилось, что около 10 тысяч видов. Что такое 10 тысяч видов? Откроем учебник географии и выясняем, что 10 тысяч видов — это флора мирового океана. Вот такие цифры сопоставимые. Почему я вам все это рассказываю? Потому что вот анализ на дисбактериоз. Я не буду обращать внимание на лабораторию. Лаборатория, честно, сделала свое дело. Но здесь я уже посчитала 13 видов или семейств бактерий. То есть это несопоставимые цифры. 13 и 10 тысяч. Соответственно, пытаться оценить состояние кишечной микрофлоры по этому анализу — это все равно, что смотреть в замоченную скважину на ту же флора мирового океана. Но еще более странная ситуация, когда по этому анализу начинают что-то лечить. Я тогда и называю это не лечение ребенка, а лечение анализа, лечение бумажки. Поэтому, несмотря на то, что микрофлора имеет колоссальное значение, можем ли мы как-то воздействовать и корректировать ее, опираясь только на эти данные? Нет, конечно. И попытка убить какие-то определенные бактерии, я извиняюсь из этих 10 тысяч видов, конечно же, выглядит странно с современных позиций. Поэтому не могу не сказать также о бактериофагах. Именно эта идея заложена в их применении. Бактериофаги — это вирусы, которые, как ясно из названия бактериофаг, они едят бактерии. Они действительно могут убить какую-то из бактерий, которую мы здесь определили, но на какие еще из этих 10 тысяч видов они влияют, мы не знаем. И, к сожалению, эти препараты не относятся к лекарственным препаратам. То есть они не прошли все эти исследования безопасности, которые проходят зарегистрированные лекарственные препараты, и применение их в детской практике, в общем-то, с современных позиций совершенно является неоправданным и безответственным. Поэтому как мы можем влиять на самом деле на микрофлоры ребенка? Конечно, в первую очередь, правильное питание. Свежие овощи и фрукты, кисломолочные продукты, к чему и призывал Илья Ильич Мечников. Ну и применение про- и пробиотиков, специальных препаратов или добавок, или в составе продуктов. Но об этом я хочу поговорить в следующей нашей беседе. Пока благодарю вас за внимание. Подписывайтесь на наш канал, заходите на наши сайты. До свидания.